В течение недели, начиная со 2 августа, комиссия проверит готовность образовательных учреждений принимать детей. Всего в Тамбове 21 школа в 35 корпусах и 8 организаций дополнительного образования, а учатся в них более 31 тысячи детей. В приемке участвуют представители городской администрации, МВД, МЧС и других профильных ведомств. Мы смотрим общее состояние учреждения, ремонтные работы, территории, санитарное состояние, конечно, документы, готовность документов к новому учебному году и, конечно, соблюдение требований безопасности детей во время образовательного процесса. К безопасности уделяется особенное внимание. Проверяют документы и работу входной группы. Ни один посторонний не должен попасть в здание, не пройдя соответствующий контроль. Вопросом безопасности движения занимаются сотрудники ГИБДД. В классах есть схемы маршрутов, а у каждого ученика Сколково есть своя личная памятка в миниатюре. В течение всего лета к учебному году готовили и сами помещения. Здесь провели косметический ремонт, установили светодиодные светильники, поддерживали частоту. Учитывая масштабы Сколково, работа проделана внушительная. В нашей школе два корпуса. Действительно, на сегодняшний день наполняемость огромная. Это около 3000 человек в нашей школе. Школа работает в две смены. У нас третий класс в этом году выведен во вторую смену. В ходе проверки образовательные учреждения получают рекомендации, а иногда и замечания. Возможность привезти заведение в соответствие требованиям дается до 1 сентября. Однако, по словам членов комиссии, такие ситуации возникают редко. Конечно, зданием школы подготовка не ограничилась. Порядок привели и прилегающую территорию, в частности, подстригли траву, покрасили спортивные снаряды, качели, где это было необходимо. В общем, школа Сколково готова встречать своих учеников. Дмитрий Сергеев, Олег Осипов, Ольга Кириллова. Область новостей.